Как минимум раз в месяц у нас в студии появляется пропахший всеми рыбами Америки Александр Гурман. Сегодня, кстати, можете на него посмотреть. Он уже экипирован чуть ли не по-зимнему. Я-то сижу в шортах здесь в студии, и мне от прикида Саши Гурмана становится несколько прохладно. Саша, еще раз привет! Добрый вечер! Добрый вечер! Костропалки к нам, пожалуй. Откуда такие у тебя... Чтобы яркий, чтобы не подстрелили. Оранжевый цвет охотничий. Оранжевый цвет. Итак, господа, Саша Гурман рассказал нам удивительную историю о том, что, оказывается, в этом году лосось не спешит зайти в реки, чтобы отнереститься в американские... вернее, в озерах. Он находится в озерах, не заходит в реки. Не заходит в реки. И при этом приходится, хочется рыбу поймать по разным причинам и покушать, и сфаерафировать для календарика. И поэтому приходится ехать и ловить его в устье, когда он только может первые-первые лосось заходить. То есть ехать значительно дальше, чем... Нет, ехать ближе просто, понимаешь, лосось стоит как бы перед озером и заходит ночью. Он из глубины поднимается, и он не любит свет. Поэтому первые заходы обычно всегда происходят ночью. А ночью ловить запрещено на реке. Поэтому разловить можно только за полчаса до рассвета. И это очень поминутно меряется, не дай бог ошибиться. Ну ладно, я совершенно не знал о таких тонкостях. Да, стоим. Беста надо занимать заранее, как бы в темноте, но забрасывать ты не имеешь права до получаса до рассвета. И каждый день рассвет же позже происходит. И поэтому, если ты пару минут раньше забросишь, можешь получить тикет. То есть все удовольствие составляет 30 минут до рассвета? Нет, потом рыба уже остается в реке. Но самый ход, самое время, когда самое легче всего его поймать, и он как бы движется, это вот рассвет. Закат и рассвет. Понятно. Ну что ж, Саша задал вам, господа, вопрос. Мы имеем в виду рыбаков, которые слушают нашу программу. Помочь ему справиться с... Да, что взять, чего ожидать, какие подводные камни могут меня ожидать. На необычной новой рыбалке хочется каждый раз что-нибудь новое, попробовать то, чего раньше не делал. Ну, то есть ты раньше обычно лосось ловил с берега. В штанах, в резиновых штанах. А теперь, потому что лосось не там, где нужно, ты будешь ловить его с лодки. И спросил совета нашей аудитории, каких подводных камней нужно в этом случае избежать. Смотри, что мы получили, какие смс-ки. Ну, сначала, конечно, раздухарились шутники. Вот что пишут номер 3670. Лосось, плевое дело. Лучше всего динамит. Потом с авоськой ниже по течению можно открывать магазин. Ну, это шутка, понятное дело. Хорошо, что у кого-то есть настроение шутить в столь поздний час. Ну, и вот еще, смотри, что пишет номер 2200, смс-ка из Нью-Йорка. На Avenue U лосось ловится без вопросов. Хочешь филе, хочешь стейк. Опять же, это шутка. То есть серьезные филосики не получают. Ну, я думаю, что человек намекает на количество рыбных магазинов на Avenue U. Действительно, там совершенно свежайшая рыба и намного дешевле, чем в магазинах, например, итальянских или польских. Согласен полностью. Ну, хорошо, раз ты не получил пока советов дельных от наших слушателей. Давайте пройдемся по нашим слушателям, которые у нас в Майами ожидают. У меня к ним тоже есть вопрос. Я собираюсь в скором времени ехать в Майами в декабре. И там есть разные пирсы, откуда отходят корабли. Может, нам подскажут с Майами аудитория, на какой пирс идти и на каком корабле плыть. То есть, пари-боутс в Майами, что является более такими плодотворными кораблями. Если ты ждешь ответа, Саш, сейчас на этот вопрос, то я показываю тебе на часы. У нас осталось 8 минут работы. На следующий раз. Переходи к новостям. Окей, новость. Начал ход Страйбеса в Монток. И там тоже стоит дилемма. Страйбес ловится и здесь, и там. И вот скоро будет уже тюна ловиться. То есть, можно поехать на Шипшотбей, платить чуть больше, но зато долго плыть на каньон. Это получается сутки плыть. Можно же поехать в Монток, в конец Ланг-Айленда. Ловить там. Платишь меньше, но больше проводишь времени в машине. И назад ехать с огромной длинной тюной из машины, которая вылазит, не очень удобно. Вот, может, подскажут рыбаки, что лучше. Долго плыть на лодке с Бруклина или же прямо приехать плыть в Ланг-Айленд? Саш, у нас осталось 7 минут в эфире. Вряд ли они успеют тебе что-то подсказать сейчас. Может, на следующий раз, через 2 недели. Или засвети снова адрес твоей странички в Фейсбуке. Ну, Александр Гурман, меня легко найти, то есть по имени и фамилии найти. И последнее, вот, было вот ту рыбу, что я тебе принес. Это я ловил с семьей в Абстейте. Вот, на Пейлейкс возил у детей. И, как бы, сейчас такое время, что можно, как бы, по крайней мере, я стараюсь привить любовь к рыбалке, к моей дочке, к сыну, и не знаю, работают ли вот эти вот платные озера, где много рыбы, легко ловится. То ли оно, наоборот, отпугивает детей от рыбалки, что она так просто, как в аквариуме, там плавает и ее выдергивает. То нежели это, наоборот, знаешь, если пошел на рыбалку и много раз не поймал, некоторые дети не хотят вообще идти. Ну, что ж, друзья, не хотите делать и в Африку гулять, идите-дите с Александром на рыбалку. Спонсором нашей замечательной рыбаловецкой рубрики являлась компания Tri-State Finance. Это единственная финансовая компания, предоставляющая срочные кредиты на покупку автомобиля. Ситуации в жизни бывают разные, а машина нужна всегда. Что делать, если у вас плохая кредитная история, куда бежать, если кредитной истории нет вообще, а автомобиль необходим для работы. Звоните сюда, здесь вам помогут не только с финансированием, но и подскажут, какую машину вы можете купить, исходя из вашего дохода, не влезая в дополнительные долги. В этом и заключается модель бизнес-компании Tri-State Finance, финансирование и консультация. Здесь вам подыщут машину с учетом вашего личного дохода и дохода членов семьи, а также выдадут срочную кредитную машину. Все, что вам нужно, это легальный статус, и машина будет у вас через 48 часов. Кака бы ни была ваша ситуация, не отчаивайтесь, позвоните в Tri-State Finance 201-426-02-22, 201-426-02-22. И еще один совет, важный до того, как мы уйдем на короткий рекламный перерыв. Живите красиво, отмечайте самые важные события в настоящем стране.